Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Краска Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Позволю себе напомнить, что ты тоже не одна Этот образ очень милый Очень образный! Истинный талант! Вы рисуете, как великий пёс! А если он не придёт? Придёт обязательно! Не волнуйся! Откуда такая уверенность? Братец! Поверь мне! Мне жаль! Вход только для членов Мандрагоры Пойдём! Что-нибудь придумаем! Я! Я везде узнаю этот голос! Вы, должно быть, перепутали меня с кем-то? Я 15 лет служил во дворце! Ваша милость, я вас ни с кем не перепутаю! Чш! Не так громко! Мы здесь инкогнито! Это дело государственной важности! Так точно! Чем я могу вам служить? Мы же можем рассчитывать на твою сознательность? Разумеется! Буду нем, как могила! Мы ищем Сесилию Биланты Не видел ее? Она в гримерной Пришла в компанию какого-то дворянина У них явно... Что-то между ними явно было Как он выглядел? Высокий Широк в плечах Из-под маски была видна черная борода Говорился наземным акцентом Ну вот так растягивал Это наверняка он Нам нужно в ее гримерную Как можно скорее Так точно, я вас отведу Оставайся здесь, а если кто-то попытается бежать Задержи его Так точно Быстро, наверх Это... Это, видимо, Сесилия Пульса нет Мы опоздали Он Перерезал ей горло Животное Через дверь он не выходил Стражник бы его заметил Возможно, он еще здесь Найди его, пока он не причинил вреда кому-то еще Я сейчас же уведомлю Ариану Пусть закончит прием Нам нельзя разделяться Геральт, я справлюсь Беги за преступником А я приведу помощь Он убил ее и вышел на балкон Кровавый отпечаток руки Это он Ловко Выбил дверь и сделал из нее помост А он сильный Он забрался по этой лесенке Осторожно Он может быть совсем рядом Разбитое зеркало Кто-то влетел в него Затем упал на пол Следы крови Звенья разорванной цепочки Наверное, на ней висела драгоценность Наверное, вор пришел за этим камнем На нем кровавый отпечаток пальца Рядом лежат звенья цепочки Как от разорванного ожерелья Видимо, завязалась драка Шкатулка с выломанным замком Похоже, ее вскрыли отмычкой Светильник погнут и вымазан в крови Кто-то пытался за него схватиться На раме следы крови Кто-то выпал из окна Похоже, вещь ценная Но он пришел не за этим Пустая чернильница Ее сбросили, и она упала в сторону комнаты Холст надрезан Картина будто разрезана ножом Затрустированный охотничий нож Должно быть, его выронили Во время схватки Кажется, драгоценность была в шкатулке Центрит собирался ее взять Но кто-то ему помешал Завязалась схватка И в итоге кто-то выпал из окна Он должен был разбиться Драгоценность все еще здесь Значит, этим кем-то был сам Центрит Так это следователь Ведьмак, верно? Да Мы вместе обнаружили тело А затем он пошел По следу убийцы И попал сюда Но здесь я нашел только следы борьбы Кажется, с последней жертвой Центрит не справился Жаль только Сисилии это уже не поможет Бедная девушка Я всегда говорила ей, что она выбирает не тех мужчин Но я подумать не могла, что она приведет сюда убийцу Я скажу прислуге, пусть сейчас же займутся ее телом Мы же давайте присядем И я расскажу вам все в подробностях Я застала его за кражей Он рылся в моих вещах, выискивая ценности И что? Ты вызвала стражу? Нет У меня не было времени Он же мог сбежать Он как раз стоял ко мне спиной Так что я напала сама Он ударился головой о раму картины У него хлынула кровь, он был в бешенстве Вытащил нож А потом все пронеслось, как в тумане Я сумела выбить в него нож, оттолкнула его, а он Выпал из окна Именно так Неразумно вступать в схватку с вооруженным преступником Потому что я дама И ношу платья, не доспехи Я умею о себе позаботиться Шпилька для волос может и выглядеть как украшение Но если ее вогнать в глаз, она убивает не хуже меча Значит, когда вы вошли в комнату, этот человек воровал ваши вещи Он стоял над моим туалетным столиком и разглядывал украшения Угу Он пришел за этой вещицей Я нашел ее здесь же Но это же сердце Тусента Ариана, откуда оно у тебя? Я купила его много лет назад У какой-то молодой женщины Почему это украшение так важно? Сердце годами принадлежало моей семье Потом оно пропало Вот уж не думала, что оно найдется Похоже, кто-то очень хотел его найти Вор оставил сумку с инструментами, а внутри был этот рисунок Взгляните Сердце Тусента очень точно нарисовано Центрит сработал на заказ И отлично знал, что ищет То есть... То есть мы ищем не его, а его заказчика Это наша единственная улика Есть еще оружие, с которым он напал на Ариану Охотничий нож для свежевания дичи На рукояти какой-то герб Это родовой герб Дунтыны Хозяин этого замка – страстный охотник Может быть, пойдем по этому следу? Дунтыны Я помню это место Несколько лет назад оно было заброшено Не так давно туда вернулся последний наследник рода Родерик Поселился там и восстановил замок Ты знаешь что-нибудь еще об этом, Родерике? Его дедушка был советником королевы Адемарты За службу его семья получила эти земли Родерик нелюдим Избегает людей Удовольствуется компанией нескольких рыцарей из дружины Если только их можно назвать рыцарями Это разбойники с гербами на щитах Родерик нелюдим Родерик нелюдим Стрела Продолжение следует... 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 Мои родители ее изгнали С тех пор я ее не видела Почему твою сестру изгнали? Сиана была... проклята Твои родители столкнулись с чародеем? Нет Она родилась в дурной час Говорили, ее коснулось проклятия Черного Солнца Геральт, скажи, это правда? Люди могут быть злыми только потому, что родились не в ту лунную фазу Случаи с Черным Солнцем возможны А может, все потому, что к ним с самого рождения относятся как к прокаженным Наверное, ей было нелегко Она... она была зла на весь свет Чувствовала себя хуже других, но скрывала это под маской самоуверенности и наглости Она... бывала жестокой Помню один такой случай Она внушила Сидрику де Кульберу, что во сне она может предвидеть будущее Мы были еще детьми, а брат Сидрика был в меня влюблен Это было невинное детское увлечение Сиана об этом знала Она сказала Сидрику, будто ей приснилось, что он погибнет от рук собственного брата Сидрик стащил у отца меч и зарубил брата Она загубила этой шуткой две жизни Сидрик не простил себя по сей день В конце концов, ей пришлось покинуть дворец много лет назад И все это время я тосковала по ней Сидрик стащил у отца меч и зарубил брата Сидрик стащил у отца меч и зарубил брата Сидрик стащил у отца меч и зарубил брата Продолжение следует... 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 А это? Мой близкий друг, Детлов Вандер Эретайн. Он прибыл из Нозаира. Мы вместе помогаем присутствующему здесь Ведьмаку. Ах, вот как. Но что вы делаете здесь, у Арианы? Они заглянули ко мне, решив устроить сюрприз, и я пригласила Региса на бокал вина. Мы знакомы. Очень-очень давно. Кажется, вы двое тоже старые знакомые и даже друзья. Я вижу, ты удивлена. Никогда не допустила бы мысли, что Регис найдет общий язык с... Ведьмаком. Не дай себя обмануть, дорогая. Геральт истинный кладезь достоинств. Только он скрывает их от мира. Помнится, вы говорили, что помогаете ему с заказом. Подозреваю, что речь идет о бестии. Мастер-Ведьмак, может, вы развеете мое любопытство? Каково это, стоять лицом к лицу с чудовищем, когда есть только два выхода? Убить или быть убитым? Я вовсе не на каждое чудовище бросаюсь с мечом. С некоторыми достаточно просто поговорить. Хм. Интересно, что такой монстр захотел бы тебе сказать. Может, попросил бы прощения? За что же монстру просить прощения у Ведьмака? За то, что убивал. Однако порой у монстров нет выбора. Особенно, если надо защищать близких. С людьми все то же самое. Иногда ты вынужден убивать. Ты это понимаешь. Наверное, поэтому ты друг Региса. Если я правильно тебя понимаю, ты бы предпочел помочь чудовищу, а не убивать его. Да, если это возможно. По крайней мере, я бы попытался. Довольно разговоров о ведьмачьем ремесле. Регис упоминал, что ты родом из Назаира. Я была там в детстве. У вас приятные воспоминания? Великолепные. Я помню, я была в восторге от местной моды. Больше всего мне нравились эти платья с глубокими разрезами. Похоже, у нас кончается вино. Я пошлю в погреб за новой бутылкой. Позвольте, я схожу. Регис, ты мне поможешь? Ты разбираешься в винах гораздо лучше меня. Сейчас вернемся. Невероятная беседа ты не находишь? Вампиры, ведьмак и княгиня Тусента. Весьма, Регис, весьма невероятная. Надо поговорить. Ты с ума сошел? Ты привел сюда Деплофа. Геральт, позволь, я тебе объясню. Это я тебе сейчас объясню. Он опасен, а ты взялся за ним следить. Дорогой мой, именно это я и делаю. Деплоф верит, что ты выполнишь задание. И никого больше не убьет. По крайней мере, пока в его руки не попадут люди, похитившие Рену. Это Риана. Она правда твоя подруга? Ей можно доверять? Мы познакомились давным-давно, еще до знакомства с тобой и до того, как она села в Баклере. Я ее много лет не видел. Я тебе про нее расскажу. Но при более удобном случае. Вы двое оказались здесь не случайно. Я бы назвал это удивительным стечением обстоятельств. Но нам помогла услужливая птичка. Угу. Слушай меня внимательно. Мне удалось узнать, где шантажисты. Они сидят в замке Дунтынны. Замечательно. Если они там, то и Рена там же. Княгиня подозревает, что в этом деле замешана ее давно пропавшая сестра. Возможно, она связана с шантажистами. То есть теперь ты должен вытащить оттуда двух девушек? Именно поэтому нельзя рассказывать об этом Дэтлофу. Он жаждет мести. Геральт, поверь мне, я могу на него... Нет, Регис, мы не можем рисковать. Задержи Дэтлофа, а я отправлюсь в Дунтынны. Один? Один. Потому что тогда я буду уверен, что ни с кем ничего не случится. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Ладно, я займусь Дэтлофом. Удачи, мой друг. Чудесно, Дэтлоф. Я рада, что ты напомнил мне об этом. О, а вот и вы. Долго же выходили. Выбор вина вовсе не такая легкая вещь, как кажется. Особенно, если пить его предстоит столь известным дамам. Регис. Как всегда, Галантин. Тем более, я сожалею, что не допью с вами эту бутылку. Обязанности зовут. Ваша милость. Было очень приятно. Благодарю за помощь. Она неоценима. Геральт, ты меня проводишь? Должна признать, у тебя необычные друзья. Это Дэтлоф. Весьма загадочный человек. Я не очень хорошо его знаю. Он рассказывал о себе? Немного. Но я чувствую, каковы люди на самом деле. Иначе я не выжила бы при дворе и неделе. И какой он? Чувствительный, грустный. Носит в себе какую-то трагедию. Но это хороший человек, только потерянный. Потому и кажется таким мрачным. Не ожидал, что сегодняшний вечер закончится вот так. Это правда. Но я вытащила тебя не на романтическую прогулку. Я хотела убедиться, что ты знаешь, что тебе делать. Знаю. Я отправляюсь в Донтыны. Тебе помогут мои гвардейцы. Они будут ждать тебя на мельнице графа Дэла Круа. Это на реке Санс-Ретур. Недалеко от Корчмы Куралиск. Дамьен и его люди будут ждать тебя в полночь. Вместе вы атакуете замок. Чудовищное бествие совершило новое убийство. Приветствую! Покажи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что, драться раскателось? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Родерик отправил их за лошадьми Удрать собрался Только мы ему не дадим Гвардейцев не видать Там их не должно быть Ох, сука! Быстрей! Что это было? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все сюда! Убить его! Окружить его! Окружить и убить! Я тебе покажу, мерзавец! А-а-а! Оставь мне жизнь. Я... я ничего не сделал. Ты водишься с очень неподходящими людьми. Где дружки-центрица? Я знал. Я знал, что нельзя давать им кровь. Девушки отдыхают... Где похищенная девушка? Что? О чем? Какая девушка? Я... я ничего не знаю. Ни о каком похищении. Это, видно, мои гости. Где они сейчас? В замке готов... готовятся бежать. У них есть спутница? Женщина по имени Сиана. Разуме... разумеется. Это... это она меня убедила их принять. И втравила тебя в большие неприятности. Где она? Две вещи собирает. Мы должны были уехать вместе. Старый дурак. Я бы все... все для нее сделал. Где она? В замке? Да. Ее... Ее комната в башне. На самом верху. Что... Что со мной будет? Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ты придешь в Тесхам мутно и все объяснишь Не придешь, я сравняю Бакалер с землей Обещаю, даю три дня Я буду ждать Он просто улетел? Он не хотел поступать опрометчиво Ему надо остыть Думаешь, он выполнит свою угрозу? Не знаю Когда он впадает в ярость, он непредсказуем Я пойду к нему Прости, что? После того, как... Вы не знаете Детлофа так хорошо, как я Если я его не послушаюсь Он правда уничтожит город У него хватит на это сил Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Детлофа В тебе зашевелилась совесть? Лучше... Лучше поздно, чем никогда Так же? Что ж... Это представляется лучшим выходом Ваша милость, осторожней Гвардейцы видели вампиров Чудовища могут быть где-то здесь Вампиры или нет Найдите мою сестру Ищите Ваша милость, это... Сиана И все-таки это ты Сестричка Во что же ты впуталась? Теперь ты за меня волнуешься Правда Я Понимаю, что ты испытываешь Ко мне неприязнь Но обещаю Что мы с тобой Разберемся во всех Прошлых обидах Мы еще об этом поговорим Капитан Ведите Сиану во дворец Я займусь ей Как только мы вернемся Слушаюсь Ваша милость А тебе, ведьма Моя искренняя благодарность Не могу поверить Что моя сестра была так близко Родерик из Дунтыны Ответит за измену И соучастие в шантаже Родерикам манипулировали Точно так же, как и вампирам Кстати Ты выяснил, кто похитил его возлюбленную? Это Сиана шантажировала вампира И заказывала ему убийство Что? Что за чушь? Она и есть его пропавшая возлюбленная Она инсценировала собственное похищение Чтобы управлять им Он был только орудием За всей этой интригой Стоит Сиана Вы ошибаетесь Это не может быть правдой Ваша милость Я знаю этого вампира и... Как это знаешь? Кто он? Детлов Который недавно сидел со мной За одним столом И рассказывал про Нозаир Есть еще что-нибудь О чем вы забыли мне сказать? Может под горой Горгоной Живет дракон? Или кто-то из здесь Присутствующих тоже вампир? Где он теперь? Он ждет Сиану Если она в назначенное время Не придет к нему навстречу Он уничтожит Баклер Он посмел нам грозить? Ваша милость У нас есть три дня Чтобы привезти ему Сиану И... Замолчи У вас три дня на то Чтобы принести мне его голову Хватит с меня тайн И помощи вампирам Я требую того За что заплатила Головы бестия Ты думаешь, ее милость уже остыла? Сомневаюсь Она так легко Ничего не забывает Особенно угроза Да Даже я вынужден признать Что Дэтлов вел себя Совершенно неподобающе Ты что, нервничаешь? С чего бы вдруг? Дай подумать Ты возвращаешься с охоты С пустыми руками Без трофеев И потеряв след Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Что ж, бывает Особенно если чудовище, которое ты выслеживаешь, умеет превращаться в туман А как... Как реагируют заказчики, когда ты не оправдываешь их ожиданий? Зависит от положения Крестьяне ругаются матом Мещане требуют вернуть задаток Дворяне пытаются затравить тебя собаками А владыки? Обычно грозят эшафотом Судари Вас ожидает досточтимая княжна Ваша милость Народ требует кары Сиана совершила столь страшные преступления Провела столько крови, что... Еще слово, Пальмирин И я совершу преступление Жертвой будешь ты Повторяю последний раз Сиана в ответе за множество смертей Но она моя сестра Учитывая кровные узы и наше прошлое Я не допущу самосуда Опасаюсь, Ваша милость, что чернь может подняться Они могут взять темницу штурмом Пусть себе штурмуют Ее там нет Сиана в безопасном месте И будет там ожидать суда Покуда мы не избавимся от этого проклятого вампира Я вижу по вашим лицам, что вы от него не избавились Мы сделали все, что могли, но... Мое терпение исчерпано, Геральт Где он? Где Деттлов? Геральт 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 Продолжение следует... 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 Как это выглядит? Великий Ловчий спускает собак со сворки. Они мигом берут след и загоняют зверя. И все это в пределах часа. У тебя, ведьмак, была неделя. Помощь моих рыцарей. И ты не достиг абсолютно ничего. Я начинаю думать, что моя легавая лучше бы справилась. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Уберите ее! Что в ты удавился, мерзавец? Что в ты удавился, мерзавец? Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сиана не явилась навстречу И вот, пожалуйста, Дэтлов не шутил Да, и нам тоже надо заняться этим всерьез Дело зашло слишком далеко Рейдис, ты упоминал какой-то способ выманить Дэтлафа Говорил, что не хочешь прибегать к нему, потому что он слишком опасен Я так выразился? Прости, в таком случае я ввел тебя в заблуждение Слово «опасен» передает лишь ничтожно малую долю предстоящего риска Пожалуйста, заканчивай уже внутренний монолог и просто скажи, как заставить Дэтлафа явиться навстречу Минутка Мне бы хотелось, чтобы ты сперва рассмотрел альтернативу Ты же можешь выполнить требования Дэтлафа и освободить Сиану? Ты думаешь, Дэтлаф все еще верит в невиновность Сиана? Я думаю, он что-то подозревает Он пытается понять, что происходит И ради этого готов объявить войну всему княжеству? Что ж, умеренность никогда не была его сильной стороной Попробуй убедить меня, что ты прав Почему я должен освобождать Сиану? Я знаю, теперь в это тяжело поверить, но... Дэтлаф не злой Он импульсивный Нужно, чтобы они встретились, поговорили И он отступит от города Я-то, может, и соглашусь, а вот Анна Генриетта никогда Заметь, я не предлагаю спрашивать у нее позволения У меня много замечаний к твоему плану, в том числе и такое Мы не представляем, где держат Сиану Ты слышал, что говорила княгиня, в темнице ее нет Отговорки, мой друг Я уверен Стоит тебе захотеть, ты найдешь ее без труда Ну, в общем Можно поговорить с Дамьяном Княгиня держит его при себе Вероятно, он что-то знает Вот видишь Я знал, что ты что-нибудь придумаешь А если встреча пойдет не по твоему плану Что если дойдет до боя Ты можешь гарантировать, что с Сианой ничего не случится Крайне маловероятно, что... Слушай, давай без теории вероятности Просто ответь Да или нет Ручаюсь, что волос не упадет с ее головы Надеюсь, я развеял твои сомнения Не совсем Мы еще не закончили разговор Так как можно выманить Детлафа, если вдруг понадобится? Кровью девственницы? Видишь ли Где-то неподалеку живет один из скрытых Древних могущественных вампиров Самых древних и самых могущественных Да, и? Тусент Земля Скрытого Каждый из нас обязан слушаться его Покуда здесь находится А значит, достаточно одного его слова И Детлаф явится в указанное место И как убедить этого Скрытого Чтобы он вызвал Детлафа? Сперва хорошо было бы его найти Скрытый не встречается с приезжими без особой нужды А вот местные Возьмем, к примеру, Арианну Видишь ли, она тоже... Я догадался Хорошо, допустим, она меня к нему приведет И что дальше? Не знаю Надо будет импровизировать Словом, или я поддамся шантажисту Или сражусь с ним Ты знаешь мои предпочтения Если мы освободим Сиану И устроим ей встречу с Детлафом Есть шанс, что мы все останемся живы Включая Детлафа Рейгис Прости, что ставлю тебя в такое положение, но Если я все-таки решу драться с Детлафом На чью сторону ты встанешь? Если ты решишь, что этот вопрос надо решать мечом Я не стану у тебя на пути Я ценю это Надеюсь А теперь скажи, пожалуйста, что ты собираешься делать? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это безумие, но Будь по-твоему Я распрошу Дамьена о Сиане Я знал, что ты не заставишь себя просить Погоди Я еще ничего не обещал Пока я просто хочу во всем разобраться Ты со мной? Разумеется В хорошей компании всегда веселее Поторопимся Дамьен может быть в опасности Или мертв Ты думаешь? Мне казалось, он пережил немало битв С людьми Он с чудовищем Смотри, дам Займемся Я думал, низшие вампиры вас не слушают Как правило, нет Тогда как Дэтлов натравил их на город? Я же говорил Он исключен Он может подчинить их своей горе Управлять им силой мысли Когда он сам не решит отступить Или не погибнет Они не остановятся Смотри, дам Чудовище все еще здесь Пора осмотреться Они не удержали строя Я чувствую Панцирь ему не помог Когти порвали металл, как лист бумаги Надо торопиться Каждая минута промедления — новая смерть Выличная баррикада Никакого смысла Для вампира это не капитально Я не знаю, я не успел предупредить Я не знаю, я не знаю, я не знаю Ааааа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты убил его? В одиночку? Этот ублюдок перебил половину моего отряда. Ты же еще чуть-чуть, он бы и до тебя добрался. Вам надо отступать. Быстро! У меня долг перед этим городом. Ты не поможешь ему, если поведешь солдат на убой. Дамьян, помнишь наш разговор в дворце? Повторяю, у вас нет никаких шансов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отряд! Раненых перевязать! Готовятся к выступлению! Очень хорошо. Мудрое решение. И вот еще что. Против вампиров используйте исключительно серебро. Прикажи алхимикам приготовить как можно больше масла от вампиров. Наносите его на мечи. Особенно осторожно с альпами и бруксами. Это те, что в облике женщин. Они умеют исчезать. Против них помогают бомбы с серебряными опилками. Спасибо, ведьмак. Надеюсь, ты стоишь тех денег, которые тебе обещала княгиня. И принесешь башку сволочек, которая все это устроила. У меня другой план. Это какой же? Пока скажу только, что мне нужна Сиана. Ты знаешь вердикт, княгиня. Сиана ожидает суда. В заточении. Вердикт мы знаем, но не согласны с ним. Не могу позволить себе такую роскошь. Я присягал ее милости на верность. Люди гибнут. Из-за одного человека. Если княгиня узнает, что я тебе помог, я пойду на гильотину. А мы следом за тобой. Несмотря на это, мы рискнем. Мы зря теряем время, Геррихт. Пойдем. Подождите. Когда... Когда я в последний раз видел Сианну, ее милость сопровождала ее в детскую комнату во дворце. Да что ты? В детскую комнату? Ты уверен? Я служу при дворе много лет. Знаю там каждый угол. Конечно, холера, я уверен. Так что, княгиня заточила ее в кукольном домике? Честно? Понятия не имею. Я говорю только то, что видел. А дальше... Это уже не мое дело. Понимаю. Я все проверю. А ты возвращайся в гарнизон. Лучше по моим следам. Там пока спокойно. И... Спасибо, Тим. Я помог Баклеру. По крайней мере, надеюсь на это. Пойдем, Редис. Детская комната за этой дверью. Закрыто. Разумеется. Регис, мне бы не хотелось возиться с дверьми. Ты не будешь так любезен? Спасибо. К вашему слову. Тишина. Никого тут нет. В таком случае хотя бы оглядимся. Игрушечная посуда, плюшевые игрушки. Лошадка-качалка. Закрыто. Мы с ней часто играли. Тетрадь. Собственность Изабель де Рокфор, придворной гувернантки. Это записки опекун Шассианы и Анны Генриетты. Из тех времен, когда они были детьми. Не знаю, как нам это поможет, но пролистать его, разумеется, надо. Сиана подарила мне самодельную открытку. Прелесть. С обезглавленными, окровавленными людьми. А может и нет. Я спросила, зачем она это нарисовала. Княжна ответила, что это сцена из кошмаров, которые снятся и сколько она себя помнит. В самом деле, Сиана каждую ночь просыпается с криком, если только не спит в одной постели с Анной Риеттой. Кажется, девочкам, над которыми висело проклятие Черного Солнца, снились кошмарные сны. Некоторые сходили от них с ума. Сегодня девочки поссорились. Должна отметить, что вели они себя не как пристало дамам. Дошло до рукоприкладства. Первый ударила сестру Анна Генриетта. Сиана не осталась в долгу. Прежде чем я их разняла, Анна Риетта потеряла два молочных зуба. Она сейчас же побежала жаловаться родителям. Его княжеская милость не приняла на веру моих показаний, и всю вину возложили на Сиану. Девочка была серьезно наказана. Анна Риетта пыталась потом смягчить ситуацию, но князь и княгиня были непреклонны. Ну да. Если уж заслужила репутацию паршивой овцы, тяжко от нее потом избавиться. Сегодня я первый раз сопровождала девочек в стране тысячи сказок. Мы провели там полдня. Сперва мы играли с Дюймовочкой, а потом с Румцайсом. Он необычайно галантен для разбойника. Начинаю подозревать, что Изабелла Дракфорд писала дневник под влиянием каких-то галлюциногенов. Каннабиса обыкновенного. Или... Тсс, не перебивай. Склоняю голову перед достижениями мастера Арториуса Вига. Он доказал, что в магических арканах ему нет равных. Погоди, погоди. Арториус был придворным чародеем, мастером иллюзий. А это означает... Регис, последний раз прошу. Не перебивай. А то пойдешь в угол. Девочки сказали, что если я захочу выбраться туда одна, достаточно открыть книжку «Страна тысячи сказок» и повторить вслух заклинания. Экспекта Лудум. Книжка как ключ к иллюзиям. Ничего себе. Это уже интересно. Сегодня Сиану осматривали чародеи, присланные капитулом. Не знаю, к каким выводам они пришли, но его княжеская милость явно обеспокоен. Хм. Видимо, именно тогда у нее диагностировали синдром Черного Солнца. Или навесили ей такой ярлык. И вот дальше. Я спросила князя, что ждет княжну. Он не ответил. Сегодня занималась с девочками Нильфгаардским. Сиана очень старалась, хотя она с трудом запоминает новые слова. Княжна Анариэта демонстрирует большие способности, но более склонна к проказам. Когда она думала, что я не слышу, то сказала в мой адрес «блёды Хойль». Они с Сианой смеялись во весь голос. Хм. Блёды – это ёбаный или ёбаная. А Хойль? В звучном языке наших не слишком дружелюбных южных соседей слово это означает место, в котором спина утрачивает свое благородное название. Звучит неправдоподобно, но может Анна Генриэта заточила Сиану в этой иллюзии? Может. Там она была бы в безопасности и в заперти. Давай проверим. Где там эта книга? Под ковром ничего. А что там должно быть? Кроме пыли, которую туда замела ленивая горничная. Оловянный солдатик. Ключик спрятан за рамой. Красивая мелодия. И правда. Жалко, механизм поврежден. Деревянная уточка. Кто-то ей оторвал крылья. Так это оно? Экспекта людум. Регис? Регис! Страна тысячи сказок. Невероятно. Хм. Посмотрим, куда ведет эта дорога. Глаз не холен исходит с ума. Вся эта страна иллюзия, она настолько мощная, что ее нельзя рассеять. КОНЕЦ 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 НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зараза! Выпусти его! Он схрумкал мои прянички! Теперь я его схрум... Не трогай мою печку, золотко! Не то поссоримся еще! Сама открывай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это кто? Заблудившийся путник? Не место тебе тут, миленький! Старый ты! Бледный! Худой! Но да не бойся! Добавлю маслица, травочек! Славный выйдет гуляш! Вот только тебя поймаю! Нет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну давай! Ты что, какой-то травы испугался? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 О, единороги. Поймаем их, и тогда не придется таскаться пешком. Чур мой розовый. О, единороги. О, единороги. О, единороги. О, единороги. Хребет. Релдонероги. О, единороги. Фантастер. Тысм Urвад. Сд Jude. О, единороги. Вернороги. Прабашу на темк. Я заехал и ссс... Третья. Продолжение следует... 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 АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ Получилось ИНТРИ voit АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Он был орудием, не более. Жаль, что он об этом не знал. Никому нельзя доверять. Я этому давно научилась. Теперь его очередь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты с самого начала хотела его использовать? Нет. Сначала он просто меня заинтриговал. Знаешь эту историю? Это было несколько лет назад. В Митине. Я должна была скинуть добычу у знакомого барыги. Когда мы торговались, вошел Деттлов. Он хотел продать серебряный подсвечник. Держал его через сукно. Это меня заинтересовало. Я вышла за ним, выследила его. Но он быстро сообразил, что и как. Ну да. Нечеловеческое чутье. Он свернул в тупик. А когда я вошла туда за ним, выскочил из-за угла и показал зубы. Хотел меня напугать. Но это не произвело на меня впечатления. В конце концов, я же сама чудовище. Не так? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Высший вампир не поразил тебя? Не знаю, восхищаться твоей отвагой или сочувствовать глупости. Я всегда умела найти к таким подход. Грозным с виду тихонем. Это и меня касается? Ох, Геральт, не хочу тебя огорчать, но мир не крутится вокруг тебя. Впрочем, да, пожалуй, ты чем-то похож на него. Скрываешь эмоции, старательно изображаешь безразличие. Знаешь, когда я встретила Дедлофа, я как-то почувствовала, что на самом деле он не хочет мне зла. Что он пытается меня прогнать, потому что сам боится, понимаешь? Ну, допустим. И что было дальше? Мы начали разговаривать, встретились раз, другой, третий, но он на меня и запал. Сначала меня это даже забавляло. Но только сначала. Потому что он любил меня не как человек, а как зверь. Неистово, дико, отчастие. Тяжело ответить взаимностью на такое чувство. Даже кому-то с менее кривой душой, чем у меня. И вот в один прекрасный день ты просто исчезла. Да, он бы не понял этих наших прибауток. Давай останемся друзьями, я тебя недостойна, и так далее. Но когда я решила вернуться на старое пепелище, то вспомнила о нем, и подумала, что он может еще мне пригодиться. Ты играешь с огнем. Разумеется. Так что или я обожгусь, или спалюся дотла. Другого выбора нет. Теперь ты не боишься встречи с Деттлафом? Я с ним справлюсь. Да? Откуда такая уверенность? Ты на него смотришь, как ведьмак, и видишь чудовище. А я знаю, какой он на самом деле. Будь спокоен. Ладно, пойдем. Еще немного, и мы попрощаемся с этими чертовыми сказками. Теперь надо их посадить на той тропинке за башней. И приготовиться к встрече с великаном. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Отлично. Это здесь. Доставай бобы. Стой! Что? Стебель растет быстро. Очень быстро. Ты будь поаккуратнее. Отлично. Бросай! Поехали. Я не знаю. Мне придется. Я не знаю. Я не знаю. Ты будь поаккуратнее. Я же не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Ладно. Ага. Ну что, полезли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Невероятно. Любоваться потом будешь. Сперва справимся. С ним. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Девушки отдыхают 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Можете попробовать мне помешать Тогда я убью и вас Хотя вовсе этого не хочу Ваше решение Ты можешь уйти Но если мы еще встретимся Я буду соблюдать дистанцию Поверь Геральт, Регис, прощайте Прости Я знаю, что поклялся ее хранять Но все случилось так быстро Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я не могу понять, что я не могу понять Я хочу видеться с Рэном Хочу увидеть Сиану А ее тут нет Ты же понимаешь Княгиня ее не освободит Тогда пусть Княгиня расхлебывает последствия Детлаф, я тебя прошу Из-за одной женщины Ты ничего не понимаешь Давайте покончим с этим Надо было ее сюда привезти, ведьма Ты жива на них Ты ничего не случайно Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Если веришь в богов, начинаем молиться! Субтитры делал DimaTorzok 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 Девушки отдыхают 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 Малинска! 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 Ти-а-а-а! Не решайте меня удерживать! Готовься к смерти, ведьма! Продолжение следует... 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 Я буду осторожен. Мы хотим тебя спросить. Опять? Милости просим. Сам я за свободу слова. Так что любыми сведениями охотно поделюсь. А чтобы вам и обувку не вычистить по случаю. Может и правда, стоило бы почистить. В таком случае воспользуюсь приглашением. Один мой друг говорил, что обувь должна быть столь же чиста, как душа. Обувь – зеркало души. Отличный слоган. Как идут дела? Да хорошо, не жалуюсь. А было бы еще лучше, если бы некоторые не только болтали, но и обувку бы чистили. Ты носил письма мужчине в сюртуке? Помнишь такого? Ну, конечно. Я молодой. На память не жалуюсь. Но... Если ты хотел сказать, что эти сведения не бесплатные, ничего не выйдет. Откуда ты эти письма брал? Нищие приносили. Почему ты этого при прошлом разговоре не рассказал? Так вы же про нищих и не спрашивали. Слушай, эти нищие. Ты о них что-нибудь знаешь? Сколько их было? Ну, четверо. Каждый принес по письму. Только четверо? Пятого точно не было? Считать-то я умею. Знаешь что-нибудь еще? Может, у них было что-то общее? Какое у них общее? Они все разные. У кого-то башмаки от разных пар, кто и вовсе без башмаков. А! Я знаю, что у них общего. У них у всех нет дома. Малец, я сейчас потеряю терпение. Напряги память. Откуда у этих нищих были письма? Они их брали откуда-то? Не знаю я. Приходили, отдавали мне письма и уходили. Я ни о чем их не спрашивал. Геральт, позволь мне задать вопрос. Послушай, я с радостью приготовлю для тебя еще банку полироля. Но ты соберись и ответь как можно точнее. Ты знаешь, где их искать? Ну, в ночлежке, наверное. Где это? Так это каждый знает. Тут недалеко. Вот по этой лестнице, а потом направо. Спасибо. Вот тебе за труды. Придется нам поискать эту ночлежку. Убирайся отсюда с этим своим приютом, ясно? Это порядочный район. Мы тут грязи, вода... А тебе тут чего? Поговорить хотел. Поговорить не получится. Мы вот тут уж пробовали, только нихера не доходит. Сейчас будем иначе разъяснять. Господа, спокойней. Или ты сам уберешься отсюда с этими твоими пшивыми нищими, или мы тебе поможем. Кончилось наше терпение. Не будет тут никакой ночлежки. Пшливан. Тут порядочные люди живут. Я так понимаю, вам мешает ночлежка? Это почему же? Гляди, Балар. Еще один защитник бедноты нашелся. Мешает. Тут наши бабы и ребятишки живут. А рядом с такой голытьбой нормальные люди даже пройти боятся. Порядочные люди? Это вы, значит? А что? Есть сомнения? Ха, есть. Ты слыхал, Артуа? Он нас, сука, средь бела дня оскорбляет. Отойдем-ка в сторону, добрый человек. Мой друг сам справится с этой жаркой дискуссией. Не любишь, Сережа, да? Я тебе наружу! Тебе взаймы давал. Не ловь! Нехорошо. Больно, сука! Все в порядке? А? Я позволил себе вмешаться, увидев, что твои оппоненты получили преимущество. Они больше не станут... Сердечно... Чего? Это со... Что? Мож... За... Им... Э... Пос... Для... Кто? Э... С... Мы... Дара... Выз... Аж... Ну... Ау... Сколько чичных? Н- Но... Ну... Лааааа... Зар... Что? Са... Ну... Ну... Выжили... Книги... Я... С... С... Есть... За... Я... Ну... Геральт объявил войну Иридину, но выиграть ее он мог только с помощью друзей. Для победы над Дикой Охотой необходима была могущественная магия, поэтому Трис и Йеннифер начали собирать рассеянную ложу чародеек. В это время Авалак готовил свой собственный план. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я... Мир... По... А... Ты... Кишки тебе наружу! Жалкое зрелище! Ну! Сука! Давай сюда! Ну ты баклан! Ау! Хорошего понемножку! Кишки тебе наружу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну! Сука! Давай сюда! Пес тебя в жопу лизал! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добро! Намек понял! Валим отсюда! Сердечно благодарю вас за помощь! Я пытался их урезонить, но опасаюсь, что если б не вы, быть бы мне битым! Безмерно вам! Обязан! Чего они от тебя хотели? Это соседи! Они хотят, чтобы я перенес ночлежку в другое место! Им не нравится, что я помогаю нищим! Я бы и не возражал ее перенести, но мне некуда! А вы ко мне по какому-то делу? Чем я могу вам помочь? Что это за место? Богодельня? Можно и так сказать! Они здесь могут отдохнуть, съесть что-нибудь горячее! Зачем ты им помогаешь? Им это необходимо! Послушай, мы ищем человека, у которого было задание для чистильщика обуви на Рюде-Горле! Для чистильщика? Я его знаю! Славный мальчик! Кто из твоих подопечных недавно с ним встречался или собирается встретиться? К сожалению, ничего не могу сказать, но вы подождите немного! Скоро все начнут подходить за едой! Сами с ними и поговорите! Думаешь, здесь соберутся все нищие? Их никто не заставляет, но редко кто может найти пищу где-то еще! Так что обычно ко мне собираются со всех окрестностей! Дорогие мои! Прежде чем я подам вам суп, два этих господина хотят задать вам вопрос! Прошу вас, сосредоточьтесь и отвечайте осмысленно и коротко! Иначе ваш суп остынет! А вы бы этого не хотели, правда? Я знаю, что четверо из вас в последнее время доставляли чистильщику запечатанные письма! Вы знаете, что это за дело? Если так, то скажите! Ромен? А что я буду вперед лезть? Сказано было, никому про письма не рассказывать! Но мне это ты рассказать можешь? У тебя было письмо, и ты его отдал, да? Хорошо, Ромен, благодарю! Кто еще? И у меня тоже было! Я его отдал чистильщику! И у новенького! Но его нет, он не скажет! Новенький! А у меня до сих пор письмо! Я его отдам только через два дня после святого Варнавы! Давай письмо! Давай! Это дело государственной важности! Я с тобой цацкаться не стану! Но я его должен отдать собственные руки! Никому не показывать! Так сказала та госпожа! Грозная была! Лучше всего помогать тем, кто справедлив и честен! Эти люди очень помогли не только мне, но и вам всем! Если кто-то вам угрожал, вы не обязаны держать данное слово! Ладно, тогда держи! Самому тащиться не придется! Там вечно такая грязь! Зараза! Что? Действительно пятая фамилия? Сам посмотри! Ну и ну! Скажу тебе! Даже я такого не ожидал! В этот раз ты займешься княгиней! Похоже на то, что мы недооценили Сианну! Судя по всему, Дэтлов должен был буквально вырвать ей сердце! Но сперва сверни ей шею! Увлекательно! Теперь головоломка сложилась? Боюсь, это больше не увлекательная головоломка! Но чрезвычайно важное дело! У нас есть доказательства, что в Тусенте готовился переворот! Княгиня была последней целью Дэтлафа! Сиана это спланировала с самого начала! Определенно! Все логично, Геральт! Сперва четыре вроде бы случайных трупа! Достаточно, чтобы люди заговорили о бестии Мстителя! Сиана отомстила, не привлекая к себе никаких подозрений! А последней должна была стать княгиня! Если бы ей удалось довести план до конца, никто бы не усомнился в том, что она Генриет опала жертвой собственных проступков! Весь Баклер знал, что княгиня не слишком сострадательна! Этим бы ее смерти объяснили! Зачем бы Сиане убивать сестру? Из жажды власти? Из зависти? Из врожденной склонности к злу? Да, да, и еще раз да! Все три объяснения годятся! И не исключаю друг друга! Впрочем, если тебе интересно, можешь сам ее спросить! Я бы хотел узнать о ее мотивах! И это весьма похвально! Иногда полезно взглянуть в лицо злу! Ну, прямо-таки уж злу! Она использовала моего друга как машину для убийства, это дает мне право ее осуждать! Но поспрашивать ее, несомненно, нужно! Согласно некоторым философам, истину можно узнать лишь эмпирическим путем! Ты говоришь, княгиня держит Сиану под замком! Дворяне настаивали на более суровой каре! Думаю, что Анна Генриета хотела в той же степени защитить свою сестру от самосуда, что и своих подданных от преступницы! В любом случае, она сидит в закрытом крыле дворца и ждет официального процесса! Мне придется как-то обойти стражников, чтобы до нее добраться! Ты со мной? Нет! Встретимся на Мерлашес! После всего, что здесь устроил Дэтлов и его помощники, мне бы не хотелось показываться во дворце! Кроме того, обществу сестры, досточтимой княгини, я предпочитаю простой отвар из Мандрагоры! То есть, проще говоря, ты собрался нажраться в одиночестве, потому что ненавидишься Анну? Не люблю столько категоричных утверждений, но признаюсь, в ее присутствии я бы за себя не ручался! Она жестоко обошлась с Дэтлофом и стала причиной его смерти! А теперь еще и это! Нет, Геральт, я подожду на кладбище! У одного из-под клуба торчит огромная... Что, сука? Ордаха вампиров! Надо меньше пить! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Стой! Мне надо срочно увидеть Сиану. По какому делу? Я хочу с ней поговорить, это важно. Говорить? Это ты со своей бабой можешь. А не с той, что у княгини под замком сидит. Без приказа не впущу и все тут. Я открыл важные обстоятельства по ее делу, их надо выяснить срочно. А, ну ладно. Это ж ты тот ведьмак, что дело расследовал. Значит, право имеешь, но только на пару минут. Я постараюсь покороче. Ведьмак будет говорить с заключенной. Можете минутку передохнуть. Не слишком бы долгая минутка оказалась. Очень это необычно. Пришел проведать, как мои дела? Хорошо, спасибо. Ленточка Арториуса творит чудеса. Жаль, ее забрали. А то бы я. Я знаю, кто должен был стать пятой жертвой. Твою мать! Вот ведь и щейка. Я в тюрьме. Детлофа больше нет. Может, ты остановишься уже наконец? Сиана, не притворяйся, будто тебе плевать. Я знаю, это только поза. И она уже начинает утомлять. Зачем ты хотела ее убить? Такой прекрасный сыщик. А спрашивает про очевидные вещи. Ну почему, Геральт? Сам ты как думаешь? Потому что она отвернулась от тебя. А потом вычеркнула из памяти. Браво, Геральт. Еще одна загадка разгадана. А твое больное любопытство удовлетворено. И что теперь? Поделишься своим открытием с Анной Генриетой? Правда, ее жизнь уже вне опасности. Но вдруг она тебе деньжат подбросит к награде? Разумеется, поделюсь. И не обязательно из-за денег. А зачем тогда? Она должна знать. Если когда-нибудь она тебя освободит, ты снова попытаешься ее убить. Скорее всего. А может, хватит расчесывать старые болячки? Ты забудешь все свои обиды и простишь ее, наконец? С чего бы вдруг? Вы же любили друг друга когда-то. Пф, умоляю. Не знаю, кто тебе нарассказал таких глупостей, но... Я читал дневник вашей гувернантки. Вы играли вместе, были неразлучны. Из-за Анны Генриетой у тебя бывали неприятности. Но она пыталась тебя защищать. А когда у тебя были кошмары, только она могла тебя успокоить. Время стирает воспоминания. Иногда в памяти остается только хорошее, а иногда только плохое. Тогда почему она от меня отреклась, если она меня так любила, а? Сиана. Сколько лет ей было, когда тебя изгнали? Двенадцать? Тринадцать? Она была ребенком. Что ей было делать? Ну, устроить переворот? Украсть у отца печати и подделать твое помилование? Она была бессильна и стерла тебя из памяти не потому, что ты была ей безразлична, а потому, что слишком переживала твое изгнание. Она забыла тебя, потому, что только так могла справиться с болью. Так ты серьезно говорил в «Стране тысячи сказок»? Ты правда хочешь, чтобы эта история хорошо закончилась, да? И чтобы все жили долго и счастливо. Давай, ведьмак, иди отсюда. Не то еще медаль потеряешь, вот будет обидно. Прощай, Сиана. Господин Делатур желает тебя видеть. Пойдем прямо сейчас? Пойдем. У меня к нему тоже есть дело. Дамьян. Геральт, пришло время. Ты готов к церемонии? У тебя лицо как-то раскорячено. Но в прошлый раз все было куда хуже. Это все компрессы и зарники. Я уже почти ничего не чувствую. Отлично, можем начинать. Все в порядке. Только веди себя соответственно. Не как наемный головорез, а как человек, достойный высшей награды. А лучше всего, храни достойное молчание. В таком случае, начнем церемонию. Надевай церемониальные одежды и возвращайся ко мне. Княгиня ждет. От имени гильдии прошу о помощи, досточтимая княгиня. Без бочек все производство встанет. А тогда нам придет конец. У вас сгорели все бочки? Я очень опечалена. Это крайне неприятное известие. Да, ваша светлость. Пожар начался, когда чудовища ворвались на склад. И тут же все подчистую сгорело. Дворцовый стражник будет послан, дабы осмотреть пепелище. Если все так, как ты говоришь, надлежащая компенсация будет выплачена вам из княжеской казны. Благодарю, ваша светлость. Ваша светлость. Прибыл Геральт из Ривии. Мои дорогие. Теперь перейдем к следующему пункту. Из всех обязанностей, что были возложены на мои плечи, как на вашего правителя, это мне милее всех. Сейчас мы вручим орден. Орден Витис Винифера. Высшую награду Тусента. Геральт из Ривии. Убийца бестии из Баклера. Подойди. Нашим соизволением так будет отмечен ведьмак, кое по нашему приказу избавил Баклер от ужасной бестии. Пусть этот символ напоминает всем, что ведьмак навсегда останется другом Баклера. А от себя лично? Большое спасибо, Геральт. Дамьен вручит тебе награду. Это же был ведьмачий заказ. Кроме того, еще один сюрприз. Я решила передать тебе дюжину бочонков Сангриаля. Вина, который обычно пьют лишь за княжеским столом. Теперь и ты сможешь его попробовать. Ты рад? Это награда. Большая честь для меня. Благодарю. Надеюсь, она пойдет тебе на пользу. Я поговорю с Сианой. Ты сможешь меня сопровождать? Благодаря тебе я обрела сестру. Также благодаря тебе я знаю, что у нее на совести. Я все понимаю. Я обязана осудить ее справедливым судом. Но сердце мое рвется к сестре. Если мое присутствие чем-нибудь поможет, я, разумеется, останусь. Сейчас состоится допрос особой, причастной к убийствам, имевшим место в Баклере. Капитан Делатур, прошу, видите, Сильвию Анну. Ведьмак тоже будет участвовать? Я свободный человек. Могу делать, что хочу. Ты повинна в страшных преступлениях. Сиана была в отчаянии. Я знаю, что у нее имелись свои причины, чтобы не пылать любовью к Баклярскому двору. Хотя, конечно, я не одобряю ее методы. О чем он говорит, Сиана? Ты отлично знаешь, о чем, сестренка. Тебе было на руку то, что меня изгнали. Ты же знала, что тогда трон достанется тебе. Хотя старшая сестра — это я. Я могу понять министров. Они ненавидели меня с детства и считали, что я не смогу стать подходящей супругой для князя. Даже наших родителей я понимаю. Я всегда чувствовала, что они просто меня боялись. Потому что я имела смелость быть свободной. И тут это выдуманное проклятие. Неожиданный подарок богов. Оно было всем на руку. Но ты... В тебе я больше всех разочаровалась. Ты была моей любимой сестричкой. Милой Анариеттой. Теперь ты понимаешь, ведьмак? Она меня предала! Теперь ты говоришь, что всех их понимаешь? Ты же приехала сюда, чтобы мстить. Потому что они заслуживают мести. Они все ненавидели меня с тех пор, как я себя помню. Но Анариетта когда-то понимала меня. Только на нее я могла рассчитывать. Ее предательство ранило больней всего. Тогда вы были детьми. Ее светлости ты, вы обе никак не могли изменить того, что случилось. Ошибаешься, ведьмак. Она могла. Помнишь, дорогая сестра, тот день, когда меня изгнали из дворца? Да. Я придумала закидать нильгардских послов рыбьими пузырями, которые мы для смеху наполнили тухлым жиром. Но это ты решила их поджечь. Полагаю, ты хотела поразить меня, и тебе это удалось. Ты попала прямо в эту гадскую лысину. Я в жизни так не смеялась. Но когда дело дошло до поиска виноватых, ты не пискнула ни слова. Вся ответственность легла на меня. Это правда. Я не встала на твою защиту. Я испугалась. Совет был единодушен. Они перечислили все мои страшные прегрешения. Побеги из дворца, мнимую жестокость и неподходящие знакомства. Меня изгнали. А ты единственный человек, который меня понимал. Ты струсила и вообще не стала мне помогать. Ни до того, ни после. И даже не пыталась меня разыскать. Неправда. Я искала тебя. Я посылала за тобой рыцарей. Собирала сведения. Это ты не хотела, чтобы тебя нашли. С тех пор, как ты пропала, я живу с мыслью о том, что подвела тебя. Прости меня, сестричка. Ты простишь меня. Субтитры создавал DimaTorzok Все очарование церемонии заключалось в ее краткости. Может, для тебя и так, потому что ты быстро смылся. А вот они там только раскачиваются. Вечно пьяное княжество. Неужели тебе так не нравится, Тусент? Это место, как крепкое вино, Геральт. Хорошо в малых количествах. Субтитры создавал DimaTorzok Темно-коричневый окраской. Захватывающе. Но самогон у тебя вышел удачный, это точно. Собственно, я бы с удовольствием набрал этих корешков про запас. Не хочешь ко мне присоединиться? Тебе вдруг приспичило собирать урожай? Темно же. Но, Геральт, даже если бы я мог великодушно предположить, будто у тебя вылетело из головы, что я вампир, и мне не нужен свет, Никогда не поверю, будто ты забыл, что и тебе темнота ничем не мешает. Так что, пошли. Раз уж ты так загорелся, давай сходим. Но ты забываешь одну вещь. Свежий корень мандрагоры очень токсичен даже для ведьмака. Ничего подобного. Я никогда не забываю о мерах предосторожности. Прошу. Вот тебе рукавицы и маска. На денег тебе ничто не будет угрожать. Спасибо. Ну ладно, пойдем. Свет луны настраивает меня. Спасибо за субтитры Алексею Дубу! Аринец. Конечно, это не будет. Спасибо. Продолжение следует... 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 В Нильфгаард? Почему нет? Нильфгаардцы — общество современное, там никто не верит в вампиров И это может оказаться очень полезным для сохранения инкомнита Интересная точка зрения Не хочется мне никуда идти Посидим здесь еще немного, дружище Посидим, мой друг Мы были свидетелями и не однажды виновниками судьбоносных событий Теперь же после стольких трудов нам полагается отдых Да, полагается Субтитры создавал DimaTorzok 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 Или после Здравствуй, ведьмак Не забывай, ты в Баклере Это город приличный Да, Геральт Я хотел поговорить Если не помешаю, ваша милость Не помешаешь Я слушаю тебя Не хочу показаться дерзким, ваша милость Но как вы встретились с Лютиком? Может, расскажете? Разумеется, если это не тайна Старая история Мой отец устроил большой турнир Куда был приглашен Юлиан Он должен был сочинить песнь О доблестных сражениях на арене А он вместо этого написал Лучшую любовную балладу Какую я только слышала Папа был в ярости И не заплатил ему Баллада была о вас? Неявно В конце концов, тогда я была замужем за Раймундом Понятно Рыцарский турнир Проходит с такой помпой Мы очень ценим Эту традицию Моя прабабка Адела Марта Обожала турниры Она очень долго не могла решить За кого выйти замуж Претенденты на ее руку А их было великое множество Нередко устраивали поединки Их соперничество Дало Адель Марте прекрасный способ Выбрать лучшего мужа Из массы желающих В мужчинах она более всего ценила Силу Доблесть И сметливость А потому она повелела им сразиться на турнире Впрочем, никого из них она так и не выбрала И вышла замуж за младшего сына Нильфгаарского императора С которым познакомилась на юге Но жителям Баклера Рыцарские бои пришлись по нраву Очень И не только им Уже на следующий год Рыцари со всех краев съехались Чтобы сразиться За честь и славу Так и повелось Хотя наградой была уже не рука княгини И половина княжества Баклерские турниры По-прежнему славятся по всему миру И мы весьма этим горды Апы Ножитель Бак Спасибо, что уделили мне время Служба зовет Именно Понимаю Вампиры, сука Настоящие вампиры Подумать только Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В чем собственно Геральт, я тебя не узнаю Я помню, как в первую часть Он готов был в любую кровать запрыгнуть Ага Всем привет, друзья С вами снова Виктор Канал Витек Плей Продолжение Ведьмака 3 Кровь и вино Вроде бы я все три концовки-то уже сделал Показал вам даже их Но У нас есть Вариант Продолжение В гостях Хорошо Квест Зайти домой Это продолжение Основной цепочки Квестов Насколько я понимаю И Надо все-таки Добить Это дело Три концовки Видели Теперь нужно Супер Концовку Увидеть Я кстати не знаю Эти концовки Разные Для разных концовок Игры Или Одинаковые Вот такой вопрос у меня есть к вам Кто в курсе Квест Зайти домой Это продолжение Основной цепочки Но Я С В любую кровать Квест Зайти домой Это продолжение Основной цепочки Квестов Насколько я понимаю И Надо Все-таки Добить Концовки Одинаково Так Так Быстрый переход В куроб Он там должен был Оставить Кстати Это сохранение Которое Самое лучшее Концовку У меня было Конечно А что же еще Ты хотел В принципе Здесь все хорошо У них Все живы Ну кроме Дэтлафа Ваша милость К вам в дом Вломилась Какая-то Личность Я Пробовал Задержать Но меня И слушать Не пожелали Кто там еще Боюсь Ваша милость Даже Представиться Не соизволили Не понял Ну уже Не мнись Геральт Заходи Сундуки Какие-то Книги Кто гвардейцев Не боится Тот окончит Дни в темнице Сундуки Сундуки Как идут Ремонтные Я с радостью Хочу известить вас Об окончании Работ Прошу прощения За дерзость Ваша милость Но поскольку Все работы В Корво Бьянко Успешно завершены И поместье Вы Почему бы нет При уборке Перед ремонтом Я обнаружил Бутылку Сепремента И тогда Он ринулся В толпу С горящим Букетом В руке Все решили Что это Часть представления И только Смеялись Даже Когда вспыхнули Декорации И только Когда запылала Борода Барона Морховкина Кто-то Понял Что что-то Не так И Похоже Болюс Так оно И было В этом отношении А скажи-ка мне Варнова Базиль Как обстоят Дела с вином В данный момент Это к сожалению Невозможно Прошлой осенью Грибок Убил Всю лозу Барон Россель Приказал Посадить Ах Жалко А то Правда Тогда Позволю себе Долить Вина Ваш Кубок Спасибо Спасибо Ах Я думал Ты в ковере Мне наскучило Тебя ждать И я решила Вырваться В тусент Принять Солнечную Ванну Посмотреть Как тут Дела Ты говорил Ты всего На пару Дней Дела Движутся К концу Скоро Можно будет Вернуться На север Ты не Расскорился Что я приехала Без приглашения Несколько Раньше я не любил Неожиданности Они Напоминали мне О работе Право Неожиданности Дитя Неожиданности Но кажется Пора Изменить Мнение Неожиданности Бывают Приятными Очень Приятными Пойдем Во двор Тут есть Такой Уютный Уголок Тебе Обязательно Понравится Я до сих пор Вспоминаю Это Они там Абсолютно Голые Помните Как Ни Угьяна Нажалася Где-то В каком-то Парке Мы сидели Ооо Да тут Целый диалог С ней Можно провернуть По очереди Давай Скучно И предсказуемо На заседаниях Совета Мы обсуждаем Одну Только Торговлю Таможенные Пошлины Аренда Складов Не заскучала Торговлю 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 Если эта идея так себе То можно рассказать Про других Ведьмаков Ведь их было Очень много Из различных Школ ведьмачьего Искусства Я уверен Что при этом Можно придумать Гениальные истории Ну а пока Что нам остается Просто ждать Ладно Пора из моих фантазий Вернуться в реальный мир И рассказать вам Мои друзья Чем же я буду Заменять Ведьмака В своей жизни Для начала Я привяжу Всех батарей Чтобы не вскрыться От одиночества Я больше всего Нуждаюсь В качественной Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не хватает только удовлетворения, естественных нужд и раннего доступа И если для последнего уже как-то поздновато, то о нуждах модеры позаботились так, что симсы отдыхают Мод Primal Needs добавляет счетчики голода, жажды, усталости, а также малой и большой туалетной нужды Для их справления предусмотрены специальные анимации и реакции случайных или не случайных свидетелей Новые статы связаны со старыми Например, побитый ведьмак быстрее проголодается, а попив из болота, вместе с утолением жажды получит дозу токсинов К питанию автор подошел особенно серьезно, интегрировал другой мод, позволяющий Геральту готовить, а еде предусмотрел срок годности Более того, еда теперь различается еще и в плане питательности и скорости усвоения, которые зависят от содержания белков, жиров и углеводов Состав напитков, конечно, тоже учитывается Для тех, кто не готов к такой жесткой бытовухе, предусмотрены индивидуальные выключатели для каждой нужды Как же там было? Зажги, туши, насри и смой И в этом вся наука Чтоб видеть буквы, милый мой, сумей говно сменить мочой Иди работай, су Если самым хардкорным выживателем и такого окажется мало, то пора ставить мод Immersive Testicles Он учитывает комфорт мужского достоинства Геральта по трем взаимосвязанным параметрам Температура, влажность и натирание Неудобная одежда, близость источников тепла, пребывание под водой или на морозе Могут ввергнуть состояние гордости ведьмака в опасную зону Особо страдающий Геральт больше не сможет бегать и начнет ворчать Спасти ситуацию поможет экстренное проветривание хозяйства Для чего предусмотрена отдельная кнопка Не забыл автор и о половом равноправии Так что желающие смогут позаботиться и о комфорте Цири О да! Мод Донат Геральт Также можно отнести категории повышающих реализм Ведь сохранить атлетичную фигуру такому обжоре, как Геральт Это никакого мутантского метаболизма не хватит Специальные доспехи для колобков игрой не предусмотрены А у чудом втиснувшегося в старые шмотки ведьмака Проблемы с весом выдает только разъетая ряха Так что для полноценного использования мода Придется тащить на скиле в одних труселях Другой мод для перевоплощений заменяет текстуры лица Геральта Не беремся предположить, зачем понадобился столь странный способ преобразить облик протагониста Но варианты на замену подобраны интересные Весемир, Эскель, Эридин, Авалакх, Лето и даже Йеннифер Которую можно примерить еще и на Цири Помимо знаменитостей, есть и текстура с довольно зловещим клоунским гримом Неплохо подходящим для ряда катсцен Отдельного упоминания достойна особо адская троица замен Которая превращает весь главный любовный треугольник Ведьмака 3 В близняшек с лицами Весемира И да, этот ужас можно будет наблюдать хоть всю игру Хорошо еще Цири не тронули Из всех женщин, которых я знал, только ты красишься перед сексом А ты их так много знал? Несмотря на название, мод «Бэтмен» дает возможность Геральту Превратиться не в популярного супергероя, а в вампира Детлофа Но зато вполне играбельного с трансформацией в летучего монстра Позволяющего посмотреть на мир свысока И с комфортом перемещаться без телепортов через карту Дополнение «Кровь и вино» позволило Геральту кататься на единорогах без Йеннифер А модеры еще и без иллюзорных карманных измерений Достаточно поставить мод «Юникорн Даст» И купить пару новых бомбочек у торговца Которого в начале игры Геральт с Весемиром спасли от Грифона Одна бомба при взрыве превращается в классического белого единорога А другая в гламурного розового Классное чувство, да? Напоминает мне о детстве? А мне кое-чем другое Можно поподробнее? В завершении транспортной темы сделаем Геральта первым И единственным скейтером в Северных Королевствах А может даже и ховербордером Мод не предусматривает никаких новых моделек И всего лишь позволяет скользить не только с горки, но и вообще, когда душе угодно Активируется скейт просто с прыжка Развивает приличную скорость и весьма приколен в использовании Так что у платвы есть все шансы отправиться на пенсию Откуда у вроде бы как славянского ведьмака все эти медитации и попытки изобразить позу лотоса? Этим вопросом задались не только мы, но и автор мода Slav Squat Meditation Благодаря ему Геральт будет медитировать в позе гопника, известный иностранцам как Slav Squat Отрабатывание симок и семок не предусмотрено Но раз бомбы и эликсиры, вопреки логике, восполняются из одного алкоголя Сама игровая механика подсказывает, что какое-то отжимание все же ведется Для усиления накала гопнического косплея можно добавить мод Witcher the Slav От самих CD Projekt Red Который заменяет стартовую белую рубаху и темные штаны Геральта на одежку в стиле Adidas Простые скрины? Это уже не модно Вооружайте Геральта селфи-палкой и начинайте фоткаться Благо ведьмачья графика все еще на высоте Мод позволяет подрегулировать ракурс, наложить фильтры и выдавливает из Геральта подобие улыбки Кстати, попавшие в камеру неписи тоже охотно позируют И на сегодня у нас все Если вы знаете другие забавные моды для ведьмака, обязательно поделитесь ими в комментариях И да, не забудьте подписаться Геральту наслаждаться заслуженным отдыхом в компании с Йеннифер или Трис После выхода подборки безумных модов по третьему Ведьмаку Вы просили сделать то же самое, но про хардкор Ну, мы и сделали Причем решили взять модификации, которые повышают не только сложность игры, но и ее кровавость Чтобы если уж хардкор, то по всем фронтам И да, если ищете в Ведьмаке трудной жизни, не забудьте и про мод Праймал Ниц из предыдущего ролика Что за неведомая алкогольная фея, готова за бутылку краснолюдского самогона заменить все расходники Геральта, пока тот медитирует? Эту загадку могут раскрыть только сами разработчики из CD Projekt А пока тайное не стало явным, моддеры подготовили более реалистичный вариант крафтинга и медитации В Preparations Mod вместо феи поработать придется самому Ведьмаку На восстановление одной бомбы, порции зелья или масла, которое теперь тоже заканчивается, уйдет 15 минут и соответствующий базовый реагент Крафтит Геральт по-прежнему во время медитации, но ее отныне можно проводить только у костра При неимении чужого, Ведьмак может развести огонь из заранее запасенных деревяшек По желанию, манипуляции с мутагенами и умениями тоже можно ограничить периодами медитации Для еще большего хардкора отменены боевые перекусы и возлияние, да и масло на клинки тоже придется наносить заранее Задача Ghost Mod усложнить и сбалансировать игру В плане боевки это выражается, например, в переделанной формуле расчета урона и брони Теперь против особо законсервированных врагов быстрые атаки не помогут Благодаря улучшенному искусственному интеллекту противники станут агрессивнее нападать и ловче защищаться Но на все это будет тратиться выносливость, так что теперь врагов можно будет измотать Ну а изменения в силе знаков дадут пищу для ума любителям Геральта-волшебника Среди неведьмачьих предметов экипировки случились апгрейды характеристик и даже образовались сеты Набор алхимических рецептов стал больше и разнообразнее При этом имеется совместимость с уже упомянутым Preparations Mod, который был создан тем же автором И им, кстати, оказалась наша соотечественница Ценный лут и реагенты теперь не лежат в каждой избушке Но в помощь крафтерам придут торговцы, существенно снизившие цены Набрать монеты поможет продажа подорожавших запчастей редких монстров И удачные переговоры с работодателями, которых можно уболтать заплатить до 70% сверхизначальной суммы контракта Пропустим рассказ про массу других изменений, в том числе связанных с квестами и интерфейсом И упомянем напоследок про возможность произвольно менять здоровье и урон врагов Вплоть до полного хардкора Это когда один удар, один труп, возможно даже ведьмачий Еще один глобальный мод, превращающий Ведьмака 3 в другую игру Про все новшества рассказывать пришлось бы очень долго Поэтому остановимся только на интересующем нас в рамках этой подборки хардкора Уровни персонажей упразднены для полной нелинейности приключений Умения переделаны и их прокачка происходит путем использования При этом для активации бонусов экипировать навыки больше не требуется и они работают все сразу Снижена грузоподъемность Геральта, зато у платвы появился весьма удобно реализованный багажник Сделана привязка скорости боевых действий к статам и тяжести брони Клавиатурное управление пополнилось отдельными кнопками для дальнобойных ведьмачьих напрыгов Которые без мода происходят автоматически и зачастую очень не вовремя У вороты теперь не дают временную неуязвимость, а только снижают входящий урон Добивающие приемы тоже больше не гарантируют Геральту безопасности Но можно выбирать их направление, дабы не пришлось исполнять фаталити посреди вражеской толпы Появилась система травм, дополняющая к полученному урону еще какой-нибудь неприятный эффект Зависящая от того, куда пришелся удар Улучшено поведение врагов, плюс у них заработала броня, и ее теперь предстоит как-то пробивать Верхний порог токсичности зафиксирован на 50, так что закинуться всеми эликсирами больше не получится Сама алхимия, конечно, тоже полностью переделана Небольшой графический мод может сделать ночи по-настоящему темными даже в Новиграде А уж про дикую местность и говорить не приходится Так что запасайтесь кошками, потому как в здешней темноте даже факелы особо не помогут Зато как рассветет, сразу вспомнится дарксоуловское «Praise the Sun» Любителей высокохудожественной расчлененки старина Геральт изрядно радовал и без всяких модов Но если нужно еще более хардкорное мессиво, подойдет мод «Брутал Блад» С ним любой попавший под ведьмачий меч противник превращается в пазл, где кровища весело брызжет из каждого кусочка Естественно, ко всяким привидениям и големам это не относится Зато в кандидаты на располовинивание попали особо крупные «мясные монстры», которых раньше разрубить не удавалось Я зачистил первые два города, а что делать дальше? Такими вопросами начинающие приключенцы в нынешние времена задаются все реже Потому как заботливые разработчики высокобюджетных РПГ с кем попало воевать обычно не разрешают Что же делать игрокам Ведьмака, если хочется расширить титул «Мясник из Блавикина» на Новиград, Оксенфурд или на худой конец «Большие сучья»? Конечно же ставить мод Kill Em All, позволяющий вырубить всех бесполезных с сюжетной точки зрения неписей Кстати, это касается торговцев, от которых Ведьмаку может достаться неплохое наследство И на этом на сегодня все Устанавливайте моды, экспериментируйте и отпишите Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот уж не думал, что после боя с вампирами так есть хочется! Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Геральт объявил войну Эридину, но выиграть ее он мог только с помощью друзей. Для победы над Дикой Охотой необходима была могущественная магия, поэтому Трис и Йеннифер начали собирать рассеянную ложу чародеек. В это время Авалак готовил свой собственный план. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выпьешь? Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...